Всего три слова. Сводки о Сахалине. Всем привет, вы на канале SaberShot и меня зовут Сабир. Иногда я так ненавижу свой собственный принцип читать книгу до конца, потому что порой это превращается в настоящую ловушку. Тем не менее, дочитал и в этот раз и вынес свой вердикт. Честно сказать, книга не настолько плоха, как можно подумать сначала. В ней есть интересные моменты и истории, но они настолько разрознены и имеют характер тех самых сводок, что очень легко потерять и так отсутствующую нить целостности картины. Итак, представляю вашему вниманию книгу. Из Сибири и остров Сахалин. Антон Павлович Четов. Местами книга сильно напоминала мне произведение Михаила Шолохова «Поднятая целина», но с более легким языком. Однако это скорее к схожести описываемых местностей, чем к стилю повествования. Этот холод, изморозь и все такое ледяное. Но отбросим произведение Шолохова в сторону. Эта книга была очень похожа на книгу под названием «Записки из мертвого дома» Достоевского. Отзыв на эту книгу я уже делал ранее на канале. Очень, очень много схожестей было. Сейчас я вкратце расскажу вам, о чем говорится в произведении. Целью этой книги было привлечение внимания к быту и условиям содержания заключенных на самой крупной российской каторге. Автор прошел через всю Сибирь на лошадях, что является настоящим подвигом. На это у классика ушло целых 82 дня. И в отличие от других авторов, Чехов стал первым русским классиком, проехавшим по собственной воле всю Сибирь. До него писатели, если и посещали Сибирь, то в качестве ссыльных, как, например, Радищев, Достоевский, Короленко и Чернышевский. Произведение не отличается оптимизмом. Хотя и автор старается не опускаться до жалоб и нытья, все же чувствуется, что писатель крайне недоволен тем, что видит. Ему не нравится унылая природа Западной Сибири, дороги, находящиеся в ужасном состоянии, социальный уровень обширного края, где не хватает ни школ, ни больниц. Свои путевые очерки Чехов писал нерегулярно. Начал их он уже за Тюменью, а закончил сразу за Енисеем. Начальный этап путешествия и финальная часть от Байкала до Амура так и остались неосвещенными. Автор рассуждает о природе преступности, об оправданности наказания, о том, что тюремное заключение или ссылка в Сибирь ничуть не лучше смертной казни. В Сибири постоянно ощущалось присутствие ссыльных и каторжников. Это была их страна. Попадались и беглые, которых, если и пытались ловить, то только в крупных населенных пунктах, а по пути они попадались писателю частенько. Очень тягостные наблюдения за жизнью сосланных, беспросветность их существования, борьба за выживание и постоянное пьянство среди них и среди местной интеллигенции. Остров Сахалин, вышедший в свет в 1895 году, был сразу назван талантливой и серьезной книгой. Это рассказ очевидца о каторжных работах, карцерах, кандалах, побегах и о виселице. В центре внимания Чехова была проблема личности каторжника, простого и несчастного человека. И в общем и целом в ней говорится о острове Сахалин, о том, как там сложно жить, какие народы там проживают. Кстати, это, на мой взгляд, было самым интересным в произведении. Само произведение с общим авторским названием из Сибири состоит из 10 очерков. Плюс ко всему остальному в этом издательстве были напечатаны письма Чехова разным людям. Если вы большой поклонник этого автора, то, думаю, вам они могут быть интересны. А в самом произведении было хорошо заметно гнетущее впечатление, которое на Чехова произвела сибирская интеллигенция, вынужденная существовать в условиях информационного дефицита, губящая свой потенциал и таланты чаще всего в глубоком пьянстве. Тем же путем идет и большинство ссыльных, чьи мысли о свободной жизни оказываются поглощенными суровой сибирской действительностью. Именно об этом в произведении была одна запомнившаяся мне цитата. Где многочисленная интеллигенция, там неизбежно существует общественное мнение, которое создает нравственный контроль и предъявляет всякому этические требования, уклониться от которых уже нельзя безнаказанно никому. Красивая мысль, но есть и обратная сторона. Бывают случаи, когда происходит, например, большой наплыв людей из провинции в главный город, ну, столицу, допустим, где живет вся эта интеллигенция. И она просто не успевает перемолоть всю эту массу. Так что книга, по сути, может понравиться только тем, кто любит истории о каторгах тех времен. Ну или же тем, кому интересны общие сводки о Сахалине. Чтобы вы понимали, под словом «сводка» я имею в виду, например, сколько человек погибло от вируса ОСП в таком-то году, сколько заключенных было в такой-то каторге, в таком-то году, в такой-то местности. Так что эта информация была излишней. Поэтому вся история приобретала такой характер сводки. Вместо этой книги я советую вам прочитать записки из «Мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского. В сотни раз интереснее. И главное, в книге есть история и множество различных психотипов. Смотрите сами, но, думаю, никто даже не обратит внимания на эту книгу, если честно. Поэтому не буду говорить о ней слишком много. Думаю, на этом мы можем закончить. Всем огромное спасибо за просмотр. Думаю, ролик получился очень мелким. Кстати, расставшись с этой книгой, на которую я потратил больше четырех недель, я с огромной радостью перешел на вот эту. «Агрессия или так называемое зло» Конрада Лоренца. Что-то новое мне было остро необходимо. А данная книга сама по себе очень интересная. Я скоро уже до середины дойду. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова